Физики и техники, людям постоянно приходится измерять различные величины. И при этом нужно понимать, что никакое измерение не может быть абсолютно точным. Оно всегда осуществляется с некоторой погрешностью. И нужно уметь ее оценить, например для какого-то конкретного прибора, а затем уметь обращаться с результатами измерений. Давайте измерим длину стороны этого бумажного блока с помощью обычной школьной линейки. Прикладываем ноль к одному краю блока, а напротив другого мы видим, что его длина чуть меньше девяти сантиметров. Ну если сказать точнее, то она составляет восемьдесят девять миллиметров. Но какова точность такого измерения? Сколько десятых миллиметра мы с помощью такой линейки установить уже не можем. Поэтому обычно принимается, что точность измерения в таких случаях составляет половину цены деления линейки, то есть плюс-минус 0,5 миллиметра. А теперь давайте с помощью этого микроамперметра измерим силу тока протекающего в цепи. Включаем источник и стрелка прибора попала в интервал между отметками 30 и 40. Теперь нам надо определить цену деления шкалы этого прибора. Между отметками 30 и 40 у нас 5 интервалов. Значит, цена деления этого прибора составляет 2 микроампера. И сила тока в цепи примерно 33 плюс-минус 1 микроампер. Стрелочные приборы сейчас применяют редко, вместо них используются электронные. И мы сейчас измерим силу тока в той же цепи с помощью вот этого мультиметра. Мы видим, что сила тока составляет 33,6 микроампера. И видим, как мигает последняя цифра. Значит, точность измерения здесь составляет 0,1 микроампера. Теперь давайте найдем периметр и площадь этого прямоугольного листа бумаги формата А4. Мы измерили его длину и ширину с помощью вот этой линейки с миллиметровыми делениями. И у нас получилось, соответственно, 209 и 296 миллиметров. И погрешность этих измерений составляет 0,5 миллиметра в каждом случае. Чтобы найти периметр, надо сложить длины сторон и умножить на 2 полученный результат. У нас получается 1010 миллиметров. А вот какую погрешность мы должны в этом случае написать? Ну, могло случиться так, что у нас каждый раз на каждой стороне получалось плюс полмиллиметра. И тогда на четырех сторонах набирается погрешность 4 раза по полмиллиметра 2 миллиметра. А могло случиться так, что у нас было на каждой стороне минус полмиллиметра. И тогда будет минус 2 миллиметра. Ну, стало быть, мы должны написать плюс-минус 2 миллиметра. Теперь давайте найдем площадь этого прямоугольника. Умножаем 209 на 296 и получаем 61864 квадратных миллиметра. А теперь разберемся, с какой точностью получен этот результат. Если истинное значение длины будет на полмиллиметра больше, то истинная площадь за счет этого будет больше на площадь вот этой полоски. А она примерно равна 200 на 0,5, то есть 100 квадратных миллиметров. Точно так же на второй стороне при ошибке в измерении ширины мы получаем увеличение площади примерно на 150 квадратных миллиметров. Так что вся площадь увеличивается на 250 квадратных миллиметров. Мы могли бы ошибиться оба раза в другую сторону. И тогда бы площадь уменьшилась на 250 квадратных миллиметров. 100 квадратных миллиметров это 1 квадратный сантиметр, и погрешность вычислений площади составляет плюс-минус 2,5 квадратных сантиметра. Так что за квадратные миллиметры в результате мы точно не отвечаем, и площадь лучше записать в виде 619 плюс-минус 3 квадратных сантиметра. И еще один пример. Я хочу измерить длину окружности вот этой трубы. Для этого я прикладываю линейку, измеряю диаметр, и он составляет 100 миллиметров, понятно, плюс-минус полмиллиметра. Чтобы найти окружность, надо диаметр умножить на число π. Если вы сделаете это с помощью калькулятора, то у вас получится 314 и столько знаков после запятой, сколько показывает ваш калькулятор. Ну и спрашивается, а что мы должны написать в ответ. Оказывается, что все эти знаки после запятой нужно выкинуть. Потому что, поскольку мы измерили диаметр с точностью полмиллиметра, при умножении на 3 ошибка составит полтора миллиметра. Ну, на самом деле, около двух миллиметров. И результат, за который мы можем отвечать, будет записываться как 314 плюс-минус 2 миллиметра. И вообще, в ответ мы должны писать лишь те значащие цифры, за которые мы отвечаем, и которые соответствуют реальной точности наших измерений. А теперь поговорим о том, как учитывать погрешности при построении графиков. Для этого мы сделали такой простой опыт. Мы решили измерить, как высота подскока вот этого шарика зависит от той высоты, с которой мы его бросаем. Ну, вот у нас здесь нарисована шкала. И начальную высоту удобно мерить по нижнему краю шарика. А вот высоту отскока удобнее засекать по верхнему краю шарика. И чтобы получить правильный результат, нужно из этой высоты подскока, замеренной по верхнему краю, отнять диаметр шарика, который равен 4 сантиметрам. И сейчас Андрей поможет мне провести этот опыт. Так, ставим на отметку 40 сантиметров. Нормально. И отпускаем. Это 32 минус 4, 28. Итак, шарик подпрыгнул на 28 сантиметров. И мы повторили этот опыт с шагом 5 сантиметров для всех красных отметок. И вот что у нас получилось. Экспериментальные точки примерно лежат на одной прямой, проходящей через ноль. Но не совсем на одной прямой. Некоторые неопытные юные исследователи соединяют точки отрезками. А потом говорят, вот какая зависимость у нас получилась. Но они не учитывают того, что все измерения делаются с некоторой погрешностью. Начальную высоту мы измеряли с погрешностью в полсантиметра. А высоту отскока измерить на глаз было еще труднее. И для нее погрешность составляла порядка одного сантиметра. Эти погрешности показываются на графике усами, горизонтальными и вертикальными отрезками, проходящими через экспериментальные точки. И поскольку мы предполагаем, что высота отскока пропорциональна начальной высоте, мы можем провести прямую линию через начало координат и такую, что часть точек лежит выше нее, а часть ниже нее. Эта прямая пересекла большую часть вертикальных усов, что говорит о том, что погрешность мы оценили правильно. В этом ролике мы рассмотрели самые простые вопросы, связанные с погрешностями измерений. А вообще-то им посвящена целая наука. А сейчас перейдем к нашему традиционному заключительному вопросу. Вот у меня в руках секундомер, который позволяет измерять время с точностью до 0,01 секунды. И я хочу измерить время падения шарика с высоты 40 сантиметров. Так. Раз. И получилось 0,066 секунды. А теперь давайте измерим время падения с высоты 20 сантиметров. И у меня получилось 0,41 секунды. И спрашивается, насколько мы можем доверять результатам этих измерений? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok